Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать композицию на стол, новогоднюю, праздничную. Для этого мы будем использовать вот такую корзину или вазу, которую я сплела. Сейчас я вам покажу, как это делать. У любого садовника всегда найдется моток проволоки, который подвязывает растения, делает разметки. И эту же проволоку мы можем использовать в композиции, для того, чтобы сделать такой каркас. Здесь нам придется поучиться вязать, вязать крючком. Но крючка у меня нет, у меня для этого есть мои ручки. Форму кошика задаемо от самого начала. Петельки между собой так же, правными ручками, поедемо. Это чудесное действие напоминает плетение мережива. В это кружево очень легко вставляются ветки. Здесь я использовала ветки березы. Вы, обвязывая свой сад, можете использовать ветки любых растений. Особенно очень хороши для этой работы ветки кустарников. Завдяки плетенице в основе у нас немає потреби вдаваться до других крючков. Гелочки вплитаются по колу у каркас и, перетинаючись, держатся одна за одну. Очень красиво, когда все-таки мы сочетаем и мелкие ветки, и крупные. Тогда разница фактур очень хорошо смотрится. Маленькая, большая, большая, маленькая. Всегда есть контраст, а контрасты всегда смотрятся более интересно. Вот у нас такая получилась корзина. Эту основу мы можем использовать и в дальнейшем. Весной можно из этого сделать пасхальную корзинку, а осенью украсить ягодами, и у вас уже будет постоянное украшение на столе. Но опять-таки не забываем. Это мы еще можем использовать как абажур. И точно так же мы можем сделать себе светильники в саду, а может быть где-нибудь на веранде. Новоречными ж прикрасами цего дивного кошика станут, звичайно, ялиновые гелочки. В этой композиции я хочу использовать несколько видов хвои. Вот у нас будет такая заснеженная, чуть-чуть с изморозью. Натуральная хвоя, вид натуральный. И вот такие искристые веточки, похожие на тую. Это только начало нашей работы. В этой композиции у нас будет достаточно много разного декора. Все-таки Новый год, хочется, чтобы было красиво. В последнее время погоны нас не балуют снегом. Чаще бывает слякоть, не совсем приятно на улице. А имея в доме вот такую заснеженную композицию, все-таки настроение будет лучше. То, что меня как флориста радует, это те моменты, когда ты можешь использовать много именно блестящего декора. В обычных композициях он не сильно используется. А на Новый год можно позволить себе блестка сколько угодно, какого угодно. И ставь массу удовольствия испытываю, когда делаю Новый год. Как известно, в ландшафтном дизайне хвойные рослины служат прекрасным фоном для троянд. Майстер флористики Олена Дікалова застосовала это эффектное поединение и в новоречной композиции. Мы сюда добавим вот такие замечательные заснеженные розочки. Они тоже слегка-слегка покрыты инеем. Вот-вот мороз их только, мы еще не успели их срезать с куста. К этой основе нам подходит абсолютно любой цвет. Но, учитывая тренд этого сезона, больше зеленого, я хочу вам предложить именно в этой композиции использовать розочки такие слегка зеленоватые, чтобы у нас уже вся композиция была в зеленых тонах. Шишок у новоречных прикрасах багато не бывает. Еще лучше, если они будут разные за формой и размером. Вот и так мы вплетаем, вплетаем все наши декоративные элементы. И сюда бы я хотела добавить немного звезд. Вдруг какая-то звезда упала с неба, вы успели загадать желание, и эта звезда будет вам напоминать о желании, которое вы загадали. Вот у нас получилась основа нашей композиции. И теперь в дальнейшем мы можем ее использовать по своему усмотрению. Можно, например, в эту композицию вовнутрь поставить свечу. Можно эту композицию приподнять над столом, поставив вот такую вазочку. Вот, сразу она у нас становится совсем другая, более легкая, изящная. А можно еще добавить декор вовнутрь. Мы сюда можем положить такие красивые яблоки. Все-таки вот золотой собаки. Добавим немного золота. Можем добавить вот такие красивые шарики из листьев эккалипта. Несколько шишек вовнутрь. Ну и, может быть, сюда можно спрятать какой-то подарочек, который приготовили своим любимым и близким. Как раз очень удобное место для маленькой-маленькой коробочки. Ну вот, пожалуй, и все. Наша композиция готова. Теперь можно встречать Новый год.